Привет всем! И в этом видео мы собрали нескольких игроков в Хойку на сторону белых и красных, чтобы выяснить, какая из стран в российском гражданском противостоянии окажется сильнее всех. В основу к партии мы взяли модификацию Reaction or Revolution – Rise of Russia, в которой буквально недавно добавили возможность выбрать сценарий 1918 года. Перед началом этой веселой мисс Рубки я желаю вам приятного просмотра. Если он в подобного рода контенте с обсуждением смысла жизни, то можешь смело перейти по ссылке в описании и оформить на канал подписку. И лично мне подобного рода контент вполне себе отлично заходит на вечерок. Ну а мы возвращаемся к видеоролику. Ролик, где чел говорит то, что мне сговорили, иди нахуй, когда я вырос, я смог ходить нахуй. Своих членов стоит свой член в жопу. Чё? А я видел видео, где, короче, спрашивают, а вы знаете господина Вагнера? Чё за тенденция? Почему у родного две квартиры у тебя поместье? Почему у моего ленинградского друга этот? Он бургеры, ой, это, стейки, говяжий ест на завтраке. Чё это? Почему у всех коммунистов, марксистов такие приколы? Потому что мы даём им быдло на деньги. И всё, как бы, вот один из целей. Самые настоящие защитники пролетария – это капиталы буржуи. Вы что, не знаю? Боже, боже. К нам на Гуляй-Польщину идёт Атамаш Куро. Это белый генерал с казаками и чеченами. Настрой у всех был весьма позитивным. Мне выделили государство рядом с Кубанью, лидером которого был генерал Антон Деникин. Успешно захотив Кавказ в СФСР, мой сутник для государства казаков отлично сдерживал города в лидере Ростова, из-за чего фронт у игрока на СФСР шёл не в лучшую сторону. Пизда, блядь, большевички, нахуй. Всё, пиздец вам, блядь. Стоп-топ ножками в бунте. Стоп-топ-топ ножками пошёл в Девосток на новую яхту Ленину зарабатывать. Это ему одной, она мало. Бьются ночи, бьются день. Только серая папаха И воспитана бекрень. Да, короче, я когда умру, я сяду к этому Патвею и распущу у него всё, что можно. О, давай! Давай! Тут Качинский. Да, блядь. Тут Качинский. Залага. Вынудив позволь второго игрока на СФСР, нам пришлось пересоздавать лобби, на котором будет присутствовать генерал на СФСР. Воужское наступление не остановить, мы захватим Москву, мы дойдём до Москвы, мы сожжём Москву, в Казань станет столицей, в столице России. Да, не Омск, Казань. Эпичная музыка, эпичная музыка, она нарастает. Кидать, да, да. Анархия, мама, цена своих любит! Анархия, мама, не продаст! Цветцовый в дождёх, а врага приголовит! Анархия, мама! Анархия, мама, за нас, за нас! Что происходит, блядь? Чё, небанулись? Чё, небанулись или чё? Русские. Из-за более удобной позиции СФСР с двумя игроками. Слабость Татарстана, атаки Украины, недобитости котла, войска красных, начали убивать казаков. Миса, ну чё там, подкрепа будет или... Эти, как они полумёртвые уже валяются, блядь, они всё равно атакуют, гуляй поле, штурмуют, вы чё, небану? Махну, махну! Приворол директории, ну тупые, блядь. Фух, атака прекращена. Ну чё, Миса, подкрепа, как я понял, пришла на... Жить, 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 жить. 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 Лоу. Славься, Россия, славься, Россия, перемога, перемога будет наша. Жить. Блядь, жить! Нет, жить! Доставка, кто плево. Нет, жить! Жить! Нет! Вкусный пломирчик. Нет! Я за тебя очень рад, но у меня сейчас последний город. Жить. Русские защищают вас. Они идут вам. Давай вот сюда, нахуй. Понимаешь? Идут, ведём, ведём войска. Как вы велики не старались удержать Кавказ, ничего у них не вышло. По крайней мере, мне надоело сидеть для государства Деникина и стрелять медленно на то, как люди отступают. Поэтому я решился на кое-что хитренькое. Я вынужден... Мы снимали на вороны жюлю, а правда цель на нас. Он дурак. О! 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 План Б! План Б! Слава... Слава... Слава! И перед тем, как перейти к своему плану Б, я хочу вам сказать то, что на месте этих веселых парней из этого видеоролика могли спокойно оказаться вы. Достаточно лишь пройти по ссылке внизу на Дискорд сообщество и пройти там КПП. Поляки, ёбаные, пля, предачи нас. Я Феликс Эдмундович. Моей целью за Польшу была помощь украинской армии против вторжений со стороны большевиков, что при непосредствии участия в конфликте не нужно было подождать совсем лишь чуть-чуть. Дивизия мобилизированы на фронт, отправляйте. Хорошо, западный фронт сейчас твой. Сейчас южный закончу и буду западный управлять. Украина спасла Россию от большей южной. Дух польской нации крепок! Но не все странно так повезло! В государстве РСФСР все прежде традиции были уничтожены. Законы правителей убиты и похоронены. И все это во имя великой марксистской революции. Ура! Наш долг довести порядок в этом государстве, очистил от кровавых азерблатеров и в борьбе с этой угрозой укрепить державу Польша. Вот минусы пошли. Спецоперация по идее реакционизации Юга России полностью удалась. А севера нет. Север тоже скоро. Восток еще держится. Кибир держится. А, на заднее просто-то понятно. Какие шмиши там происходят на Донбассе, мне страшно. Идем, идем. Быстрее, 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 быстрее. Фаста, фаста, фаста. Фастера, 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 фастера. Ну что зависла? Что зависла? На, блядь, конечно. О, о. Мират, просит контингент, пришел. Дэй, ты не убежишь, блядь. Ребята, у меня залагало. У меня тоже залагало. У меня славистка. Ура! Что? Победа! Что?! Победа! на самом деле было крайне неожиданно видеть такую легкую капитуляцию после такого развития событий мы пытались переиграть эту партию переиграть этот момент но не дайте до него все сдались на украинской победе дмот говно там написано решение заключить заключится мир с польшей и там передадутся эти земли украинского это же это про волю был простите